После развала Советского Союза мы жили одной идеей. Великая идея была коммунизм, но она нас сплачивала, и мы давно жили вместе, породнились душой. Мы воспитывались по Толстому, по Пушкину, Лермонтову, Гумилёву, я не знаю. И наше мышление было единым. Но вот после Беловежского шабаша братские народы, вы сейчас наблюдаете, сидят в разных окопах. И не между одной, не между двумя странами. В чём проблема? Я думаю, что наши политики должны были каким-то образом всё-таки обращаться временами к философам, которые предопределяли все вот эти вот горячие войны. Если уж не к философам, то Хантингтон в 70-м году уже говорил, что будет война цивилизаций. До него Черчилль в своей фунтенской речи буквально через два года после совместной борьбы против фашизма заявил, что мы разные. И мы здесь, вначале мы понимали, почему мы имеем разное мышление между Западом и Востоком. Мы строили коммунизм, они строили капитализм. Но после 90-х годов мы тоже стали строить рыночную экономику. Однако противостояние продолжается. И поэтому, мне кажется, здесь нужно глубже покопать. Хорошо, что у нас вот епископ присутствует. Что-то здесь, наверное, разница есть между католицизмом и православием. И причём православие и ислам более схожи, скажем, идеи, чем с католицизмом. И мне кажется, сейчас наступил момент, и это острая фаза по Хантингтону. И сейчас нужно каким-то образом приводить нашу человеческую цивилизацию к той философской черте, которой ещё Гигель говорил, единство и борьба противоположностей. Единство, оно единственное, как в системе инь-янь. Там две разные формы, другого цвета, но они в одном круге. И именно вот это сочетание, оно должно стать фундаментом дальнейшего жизни человеческой цивилизации. Да, это и по законам Ньютона тоже действует, противодействие подходит. Поэтому думаю, что сейчас настал момент X, когда мы должны чётко определиться, кто на севере, кто на западе, кто на востоке. И вот эта цивилизация западная, они, конечно, вот после Братенбургского договора все завязали на доллар, и все странно понимают, что это несправедливо, если каждой страной в поте лица получает свой ВВП, значит, производя продукцию, производя экспорт, импорт и так далее, то, например, в Соединённых Штатах они нажимают кнопку и порядка 10% своего ВВП пополняют только за счёт кнопки и печатания долларов, не обеспеченных ихним ВВП. Наша страна тоже, она маленькая, и поэтому вот этой большой геополитической каши, естественно, мы ищем... Наша политика становится несколько консифициальной, то есть смысл лишь бы как, а идеи на второй план отходят политические, наши какие-то культурные и другие связи. Если мы будем искать единство в идее, единство в сознании, единство в миропонимании, тогда и нашим властям тоже будет легче объединяться в некие союзы, которые должны составить общий человеческий цивилизационный ильянь системы, в которой мы уже живем в мире. Иначе, если всё пойдёт, как сегодня, тогда нам предстоит пережить очень много войн между различными странами, и чем всё это закончится, никто не знает.